ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Sимон» «Sимон» «Simono» 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 В этом году это очень интересное, потому что, несмотря на то, что у нас в США, жизнь продолжается. И, кстати, я был признан из-за этого премия, который называется Da Vinci Award, который, в моей universе, у меня есть около 10 тысяч профессоров и scienziателей, который был выбран для инновационного метра, потому что, наверное, на кративе, на то, что было участие в России. И это был один год, несмотря на то, что учитывая, достаточно учитывая, и это мне дает возможность, как ты сказал, как говоришь, как говоришь, как говоришь, как говоришь, как говоришь, мы просто говорим о твоем жизни. Как ты помнишь, когда я иду в школу, мне кажется, в Роселла, в Индустриале, где папа твой был пресед. Позже поговорим о твоем, потому что он был преседент, он был преседентом Роселла, когда я играл и я был капитаном. Я хочу поговорить о том, что многие вещи я не забываю, но он был преседентом, потому что он был преседентом. Я хочу быть уверенным. Одна из моих 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 моих, когда я попал, как он был планирован, действительно, когда он был преседентом, он был преседентом, он был преседентом. И я не знал, что я не знал, что в этом доме, в этом доме парTIмах, я даже несколько ребят в этом доме. Я, похоже на течениених лет, текущихазей, я не знаю, как мне былооят, но я не знал, что это все, как-то, как я-то в практике. Я думаю, что мои родители хотят уроку важную роль, особенно в создании образования, который был, скажем так, впечатляет в математике, в физике, в физике. Я, когда я маленько, я слышал, например, моего рода, делать участие, участие, это дор�ировал меня, вoonхму математики, в физике. У меня есть много родителей. Я copies' осмотрел, когда открытоatu, и это мой раздел, и эти ликважки эти значенияHis берён был бы расuz partido. Я был, дажеestens проект, концентр 10 июня, теvy вызов жизни врás исходящим. мои очки, как ребенок, я говорю, даже когда я был техническим, когда я был 8, 9, 10 лет, и так далее. Но это было сказано еще в другие интервисы, они сделали видео для Даминчаа Ворд, в котором они спросили, где она была на твоей пассете, и это было, если вы помните, в 70-м году, мы были созданы с роботами, с Голдрих, Мазинга, то есть университет, математика и физика, плюс робот, и университет, и университет в спазе, в общем, и, естественно, поиск, в эксплуатации спази. Но в эпоху, конечно, я не мог бы думать, что я был в этом уровне, но я хотел быть уверен, чтобы не потерять это карточка, поэтому, здесь, из-на, в spacecraft, мы всегда хотели, чтобы -заставить, но мы не только studying, мы не просто изучали, мы очень много во время с друзьями, спорта, я был обычный парень, а потом, в конце концов, мы всегда были в Исофлора, мы делали много, но я, в моих местах, у меня всегда была позиция для студии, в общем-то, что я должен был конкретизировать, и я решил, чтобы искать инженерию аэроспазиальной, в то время я иду в Рома, потому что в Рома была известная школа инженерия аэроспазиальная. Now, the interesting thing is that I had an study course и потом я взял в Рома, и что интересное, что у меня есть два из моих постановок, которые мне приходят в Рома в Рома за 6 месяц, и они начали, они поздно, они хотят, чтобы продолжать эту работу, и в начале, когда мы встретились, не забывали, что я были студенты, потому что не было много, но мы сделали эту раконнессию. Я иду в Рома, потому что в Рома была известная школа инженера аэроспазиала, которая была на самом деле, которая была на самом деле спасти, в Италии. Это был известный генерал Броглио, который был генерал 5 стелли, в том числе, очень политически, с Андреотти и с демокрацией cristианы, которая позволила, в том числе, разработчиков, в Кене, посреди от аэроспазиала, и, в том числе, мы были на третьем генерал-инженера, после России и Украины. В результате, в том числе, во время Русской войны, галитарная главная война для наших республикований, но в то время был дуристок, который пришел в течение дня с культурным овл 꽃е. Италия, другая страна, как lanzал маленькие небольшие корабли и приближали атмосферы. И у нас было очень сильное связи с американцами и с NASA, и мы были очень приятны, и мы были очень приятны, поэтому это был один из-за того, чтобы я иду в школе аэроспазиала. Но после того, как я считаю, что у меня было немного стремление, потому что в истории аэроспазиала я был чуть-чуть, поэтому я пытался сделать в школе аэроспазиала. Я, конечно, в то время pensал NASA, principalmente, и обещал сделать тесу в США в 1997-1998, в университете NASA в Аризоне, который называется Space Engineering Research Center, я познакомился в этом центре, в университете, в университете, и я познакомился с этим периодом, и я познакомился в эту тесу, и я познакомился с другой студенткой, которая у нее была в Аризоне, и я познакомился, и я познакомился, и это было сделано, это была быта эксперименция, я сделал сразу, практически несколько месяцев назад, я уже в Аризоне, в тесу, в тесу, в тесу, в то время это было «Миссионная роботика с Марта», и я работал на университете, чтобы представить, чтобы чтобы было зарплатит, университете, чтобы использовать электронный кислород, чтобы продать оксислено и моноэффиксиды, и кислородатон в атмосфере мартизиан, и потом делать слезы. Университете работой, использованием проблdy, да, и контролирует, и это круто, потому что, конечно, считается, месси, я был энтузиазмом, я изменялся совершенно понимание того, что могло быть мой путь и из-за того, что я начинал обновление, я еще раз вновь, сейчас я в 2000, я в Пианта Стабель, потому что я вернулся, я готова на тесе, я laureала, потом я провел Я не знаю, что это, я всегда был виноват в Севере Украины, но я полностью вернулся в этой серии, я менhill Заканин, но я был виноват в данном центре, это remained в этом центре, в 2000, практически я был в 21 лет, я стал виноват в 2009. Я был виноват в США, и это важное, потому что... Не вы виноват в этом центре, но вы переведите как правила? Неприятная советия. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Теперь у меня есть еще более сложные, в общем, в мой laboratorio, и также итальянам, которые приходят работать с меня на различные спази, исследования базы, исследования applicатов. Но я думаю, что в годы, в годы, все были более сложные, новые новые generации были более обучены, даже в Европе, поэтому я взялся более сложный, но в годы, в годы, Поху и неизвестные люди и не было интернет, поэтому я рекомендую, что я истеки на Украину почти почти, как бы, как говорится, с миссией вверху. Я взял, 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 и я не знал, что мне было ожидать. Я тогда шоку на первое, потому что жизнь была совершенно везде, и город была совершенно diversа, и страны была совсем другая. И язык, конечно, собственно, яacha язык английский, но говорить и стиль язык, к примеру, верно, возможно, и убедиться, понимать себя в классе, понимать себя, как общаться с другими. Это очень важно, но если пилет, и восклицейство, и пить. Как ты как сделал, это не важный человек. Поехали, это интересно, потому что в начале была очень интересная, потому что у нас было новое место, а потом американские были более информации, чем итальянские, поэтому я говорила с людьми, что у них было оттереть робот, построить камеры по Марте, и они говорили, как если ты был очень информацией и коллоги, как если ты был их знаком. В Италии, конечно, есть история из профессора, но, даже если я не знаю, что они были немного изменены, они были очень меньше доступны, поэтому я был этот энтузиазмом, чтобы быть более более свободным, чем как мы были обучены в Италии. Но, конечно, когда ты прошел эту фазу, ты понимаешь, что у них проблемы, и ты, конечно, ты можешь идти в культуре, в том, чтобы понять их, чтобы понять какие-то вещи, как делать, чтобы избежать инкомпренсионы в том, как мы делаем это. Это всегда остатки. В том числе, что вы делаете в вашем спазе? Как вы получаете результаты? В результате, конечно, я работал в центре NASA, потом я иду в различные центры NASA. Я был в Аme, в San Francisco, в Аme Research Center. Я видел несколько раз в Jet Propulsion Laboratory. Я был в NASA Goddard. Теперь я иду в моем лаборатории. Это называется Space Systems Engineering Laboratory. В моем лаборатории. В моем лаборатории, в основном, в связи с Альцией Университет Аризона, мы развиваем, из-за других, миссионов спази. Например, сейчас, в Конгрессе американской области, мы получили в Америке, в том числе, в начале Б, что, официально, в начале развития, в том числе, мы называем НИО-Surveyor-Миссионы, в надежде, в том числе, в том числе и Солнце, в том числе, на моплощадных астер-了азборщиков. Это разрешение, мы сняли в Америке. Я была представлена что мы должны сделать эту mission, потому что это важно для обеспечения планетария. Как защитить планеты от астероиков, которые могут избавиться проблем типа экстинсионной динозаврии. Поэтому мы будем изучать много вещей. Это один пример. Но мы делаем много вещей, как мы изучаем базы, А также математика applicата, и исследования на разные вещи, например, исследования на Земле, для того, чтобы понять, что они делают, идентифицировали, характеризировали. В общем, мы делаем всякие вещи, которые идут на математике на Земле и на Земле, и мы работаем также с Американами. Итак, мы продолжаем с представителями, которые участвуют в этом году, создавали еще более важные персонажи специалисты, которые у нас наше тело, ультеровно реномат и апректированно, в том числе, в Италии. Роберто Фурфаро, ученщик Насса, facемо огромное аплодисменты, профессор Фурфаро. Роберто Фурфаро, директор спортиво, кротоно и кальчу. Субтитры создавал DimaTorzok Bene bene, stasera fa tutto lei, ogni tanto intervengo così per vedere se le cose vanno bene Un attimino devo ancora continuare a dire qualcosa sulla giuria, hai dimenticato, non hai voltato pagina Succede? Abbiamo qui con noi stasera anche il tenente di Vascello Pietro Alfano, comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Rocella Ionica Comandante del porto delle Grazie di Rocella Ionica Un applauso, a volte le dimenticanze raddoppiano il consenso Mi dovete perdonare se dimentico qua Allora, cosa abbiamo adesso? Ingegnerio Roberto Furfaro, scienziato alla NASA Roberto Furfaro è un ingegnere aerospaziale NASA Quella musica adatta Osiris Rex di Rocella Ionica Paese che Roberto porta sempre nel cuore Inorgogliendo i suoi concittadini E inoltre un docente universitario in Arizona, nei Stati Uniti Da anni lavora per la NASA su progetti di esplorazione marziana Essendo uno dei massimi scienziati NASA al mondo Che si occupa di sperimentazione e ricerche su Marte e il sistema planetario Furfaro ha scoperto retroscena e scenari futuri relative a Marte all'interno del sistema solare Produrre verdure e ortaggi sulla superficie di Marte E un esperimento futuro Finanziato dalla NASA è il principale investigatore proprio lui Quella di Roberto è la classica storia di fuga di cervelli all'estero Da studente di ingegneria aeronautica alla Sapienza di Roma Partecipa a un convegno scientifico Incontra l'alora direttore del NASA Space Engineering Research Center E si propone per svolgere un periodo di studi al fine di realizzare la sua tesi Da lì una carriera tuttora in salita Oggi è professore di ingegneria dei sistemi aerospaziali E il direttore dello Space System Engineering Laboratori dell'Università dell'Arizona Roberto ha la calabria nel cuore Ma restare avrebbe significato distruggere Il suo talento e il suo caso è un esempio di esodo delle intelligenze Premiazione Adesso invitiamo La musica adatta per uno scienziato Invitiamo Rocco Fusolo qui sul palco Perché vogliamo chiedere qualcosa Addirittura Chiedo scusa per qualche sbaglio E poi guardare Mi sotto le stelle Dall'alto in basso Sei l'uno qui per farlo Dall'alto in basso Vabbè tutto è importante Poi ognuno segue le sue passioni I suoi interessi Possono andare dallo sport Alla scienza All'arte E così via Io intanto ti ringrazio per l'invito È stata una sorpresa Di solito sono qui solo dieci giorni Una settimana Per cui sei riuscito Mi seguo attraverso papà Rocco Rocco Furforo è stato Anche perché parliamo di sport Questa sera è presidente Rocella negli anni Ottanta Lo ricordiamo con amore Era molto affezionato E tifoso Ad alto livello Eh sì Io ricordo da bambino Andavo al campo sportivo Quando stava All'altezza del Porto Ti ricordo un po' di partite Da Era presidente La Pargolo Ecco lo parliamo di te Ecco noi Cristina ha letto delle cose Che noi troviamo Sfogliando un po' Nel tuo Momento Soprattutto Ecco Ma perché Dicevi Sei partito Per andare altrove Per trovare la tua realizzazione Hai capito che qui Non era possibile Realizzare il tuo sogno Sì Io sono stato Tra virgolette Fortunato Nel senso che Non mi sono Imbattuto Con il Sistema italiano Io ho molti colleghi Negli Stati Uniti Che sono famosi Professori Ricercatori Luminari In vari campi Che purtroppo Hanno avuto la sfortuna Di Dover lasciare L'Italia Dopo Aver vissuto Brutte esperienze In cui la carriera In pratica Era stata bloccata Il mio caso È stato un po' differente Io ho avuto Ho spinto parecchio Per andare a fare Ormai 20 anni fa Natesi In un centro NASA In America Ho avuto la fortuna Di incontrare Il direttore Di questo centro NASA E quasi sfacciatamente Chiedergli di andare A fare la tesi E da lì Diciamo Ho passato Inizialmente Otto mesi Ho lavorato Su un robot Per l'esplorazione Innovativo Per l'esplorazione Marziana E diciamo La mia vita Da allora è cambiata In realtà io poi Mi sono completamente Trasferito Negli Stati Uniti Come dicevo Quasi 20 anni Che sono lì Ho lavorato Su progetti Che Me lo avessero detto Che ne so 30 anni fa Non ci avrei creduto E Diciamo Ho avuto Ho avuto un po' La lungimiranza Io credo Che la mia fortuna È stata avere La lungimiranza Di capire Che La mia vita Doveva essere altrove Ovviamente Questo Ha comportato Tutta una serie Di sacrifici Però credo Che siano stati Ampiamente Compensati Io Tanto per dire Abbiamo lavorato Su missioni Su Marte Da dove sono io Abbiamo mandato Nel 2008 Siamo atterrati Sul polo nord Marziano Per la prima volta Nella storia dell'umanità Abbiamo verificato Che esiste acqua Lo stato ghiacciato Su Marte L'anno scorso Abbiamo lanciato Una missione Ambiziosissima Per gli Stati Uniti È la prima volta Che lanciamo Un satellite Verso un asteroide Arriveremo All'asteroide L'anno prossimo E prenderemo Un campione E lo riporteremo A terra È una missione Difficilissima Ma Diciamo Siamo Condotta da noi All'università Della di zona Per conto Della NASA Siamo tutti Diciamo Super eccitati Per l'avvicinamento Del satellite All'asteroide Questi sono Un paio Di esempi Ma poi Anche menzionato Un progetto Che mi sta a cuore Che è Lo sviluppo Di serre Idroponiche Ovvero Senso All'ausilio Di terreno Che è per produrre Vegetali In una base Sia lunare Che marziana Che possano Riciclare Completamente Acqua E ossigeno Questo diciamo È un prototipo Sperimentale Che abbiamo da noi Sviluppato Abbiamo quattro Di queste serre E svilupperemo Diciamo È un po' L'avanguardia Per questi sistemi Che potranno Un giorno Consentire All'uomo Di vivere Indipendentemente Dalla terra Diciamo Tra virgolette Su Marte Quindi Attualmente Questo è il tuo Lavoro? Sì In realtà Un'altra cosa Che abbiamo fatto Che mi preme Di dire Abbiamo iniziato A sviluppare Una collaborazione Con il Politecnico Di Milano E abbiamo Una missione Una missione Congiunta Che Che L'Agenzia Spaziale Europea Ha finanziato In cui Manderemo Un piccolo Satellite Nella parte oscura Della Luna Per osservare L'impatto Di meteoriti Perché qua Non riusciamo A guardare Sulla Sulla parte oscura Della Luna Perché non riusciamo A guardarle Da qui E questo Mi inorgoglisse Perché abbiamo Una serie di studenti Che lavorano Su questo progetto Ma studenti di dottorato Di master Che sono italiani E il Politecnico Periodicamente Mi manda Quattro studenti All'anno Per lavorare Con me E fare la tesi Quindi questi sono Dei contributi Che comunque Io do al mio paese Nel cercare Comunque Di Aiutare Nuovi cervelli A crescere E ad essere Diciamo Parte integrante Della comunità Scientifica Internazionale Ecco Cosa suggerisci Ai cervelli Che abbiamo In Calabria Nella nostra zona In Italia Per Realizzare Il loro sogno Ma Io non vorrei dire Andate via Perché Non è neanche Io Dico semplicemente Che Per andare via Lasciare questa terra È veramente difficile Perché È una terra Un po' strana Ci sono tanti Cervelli Tante intelligenze Tanta gente Con capacità Però abbiamo I problemi Che tutti sappiamo È comunque È una terra Che con tutti i suoi difetti È difficile Lasciare In ogni caso Io credo Di seguire Che comunque Seguire le proprie Inclinazioni Sia una cosa fondamentale Perché Se uno ha un talento In una certa In una certa In un certo campo Deve fare di tutto Per realizzarlo Perché altrimenti Sarebbe uno spreco Sarebbe quasi un insulto Al talento Che ci è dato Che ci è dato E questa era una Delle mie Diciamo Delle guide Nel senso Io non volevo Buttare il talento Che avevo avuto Semplicemente Perché il sistema Tra virgolette Italia Non ti avrebbe Potenzialmente Dato Possibilità Ovviamente Io ora Rispetto a vent'anni fa Noto che ci sono Molti più Studenti E anche Gente Diciamo Giovane Che Lascia l'Italia Molto più facilmente Di allora Questo è un motivo Di preoccupazione Purtroppo Per Per l'Italia E comunque Bisogna seguire Le proprie passioni E sperando poi In futuro Di dare qualcosa Indietro Alla nostra terra Io ho avuto Il piacere Di parlare Con il sindaco Un paio di giorni fa Abbiamo avuto Come parte Dei Caffè letterari Organizzati Dall'Aras Abbiamo avuto Una conversazione Informale Su quella Che è la mia vita Mi ha chiesto Molto gentilmente Cosa posso fare Per Per Rocella No? Abbiamo buttato Giù un paio Di idee Che probabilmente Seguirò Ci porterai Sì Una delle cose Ma no In realtà È una cosa Un po' diversa Tra le altre cose Che facciamo C'è C'è anche Lo sviluppo Degli osservatori Per guardare Per osservare I satelliti Pratico Noi spiamo I satelliti Che ci spiano No? E Stiamo creando Un network Internazionale Che ha Cinque nazioni Con telescopi Che guardano Su E un mio collega Con il mio collega Un mio collega In realtà Aveva già Un posto Per stabilire Uno di questi Telescopi In parte Del network In Spagna Ma io Sapendo Ho recentemente Sentito Che Qui C'è Le scuole di Roccella C'è anche C'è interesse Nell'astronomia C'è anche Un osservatorio E quindi Questa è una cosa Che per esempio Potremmo Collaborare A stabilire Una stazione Di parte Di network Magari Collegarla Alle scuole Questa sarebbe Una cosa Altamente prestigiosa Per il nostro Paese Per questo Sarebbe un network Internazionale Bene bene Grande applauso Al nostro amico Scienziato Questo amico Che onora L'Europa L'Italia La Calabria E onora Soprattutto Roccella Ionica E qui Il sindaco Sicuramente Vorrà Congratularsi E abbiamo Anche Un Ommaggio Anche il sindaco Ancora riesce A saltellare Ecco il suo giocatore Il sindaco Applauso Lungo applauso E allora Se ci date un altro microfono Grazie Vieni ragazzo Eccoci qua Ha detto delle cose molto belle Ma io Intanto non vedo bene Ma mi auguro Che ci siano tanti giovani Che seguono Questa nostra Questo nostro incontro Perché Secondo me Siamo in presenza Di un fatto eccezionale Della dimostrazione Che Quando si ha voglia Di fare le cose Intanto Io sono pure un uomo Della scuola Mi sono sempre Come dire Adoperato A dire Guardate che lo studio È una cosa seria Bisogna studiare Come dico ai giocatori Bisogna allenarsi Bene Fare sacrifici Perché se non si parte Da questa considerazione È inutile che si va avanti Si può vivere Si può vivere naturalmente Una vita media Pure onorabile Ma certo Una vita che non ti dà Delle soddisfazioni Come li sta dando Al nostro Coramico Concettadino Amico di famiglia Amico mio Roberto Furporo E altre persone Sapere che Rocella Ha piazzato Queste persone In certi posti È un onore Per tutta la nostra comunità Per la quale Noi tutti Ci impegniamo Lavoriamo E che vorremmo Che sempre Si qualifichi E vado avanti Quindi Io dicevo Bisogna Valorizzare La scuola L'impegno Perché solo Con l'impegno Si possono ottenere Questi risultati E noi abbiamo La prova E tante volte Pure sento dire Delle cose Le raccomandazioni Tutte sta partita È anche vero Ma è anche vero Che quando c'è il talento Nessuno ferma Nessuno può bloccare E ne abbiamo esempi Non soltanto sul palco Ma dicevo anche In altri settori Della nostra vita Cittadina Professori universitari Politici Brave persone Dirigenti Che sono Di livello Di livello nazionale Quindi noi siamo In presenza Di una piacere serata Nella quale partecipiamo Con un gruppo di affetto Ma anche su un esempio Da tenere presente Che sia veramente Un punto di riferimento Per i nostri giovani Che è quello di Puntare sempre in alto Puntare sullo studio Essere molto seri Perché se si Si percorre questa strada I risultati Come state vedendo Possono Possono arrivare Bene allora Grazie al sindaco Intanto Intanto L'amministrazione Come dicevamo Come dicevamo Per avere portato Con onore Nel mondo Il nome di Rocce Laione Questa è una bella Soddisfazione per me E ritengo Per tutta la città Per tutta la Calabria E l'Italia intera Grazie a tutti Grazie a tutti Субтитры делал DimaTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok 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 Roberto, è stato bello sentirti, speriamo che abbia creato interesse anche tra i nostri telespettatori, l'appuntamento è per quando? DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok